Первые впечатления от Лондона, честно говоря, двоякие. С одной стороны шумный, пеострый, бессистемный, набитый туристами, раздражающий город, в котором для того, чтобы сосредоточиться и получить искомые впечатления, нужно провести серьезную работу над собой. А с другой? С другой стороны, Лондон – это просто десятки километров спальных районов, но в английском стиле. Двухэтажные дома, плотно стоящие друг к другу от горизонта до горизонта. Миллионы людей живут в лабиринте этих улиц. Это самые бедные и небезопасные районы британской столицы. Я хочу видеть и ощутить нетуристический Лондон. Лондон, где живет рабочий класс. Когда я вернулся, то основной вопрос ко мне был, а зачем ты ездил именно в эти районы? Ведь в Лондоне так много прекрасного. Но в этом зачастую проблема туристов. Все приезжают, смотрят в центре какие-то места, ходят в рестораны, в пабы, делают памятные фотографии, но не видят, как живут люди, как живет основная масса народа, рабочего народа в Лондоне. А это, на мой взгляд, гораздо интереснее. Я прилетел в Лондон поздней ночью и только к рассвету добрался до центра города. Станция Пикадилли достаточно известное место. Это, пожалуй, одна из двух самых известных площадей Лондона, о которой я, правда, толком ничего не знал. Появившись в нескольких известных фильмах, в последние годы площадь стала просто меккой для туристов, но пользуются ею и лондонцы. Кстати, название этой станции метро не имеет ничего общего с цирком. Имеется в виду круг, то есть круговое движение, которое достаточно популярно в Западной Европе в целом и Великобритании в частности. Но приехали на эту станцию метро мы не для того, чтобы любоваться площадью или смотреть круги. Как говорят в Одессе, буквально здесь за углом располагается Чайна Таун. И, в отличие от Одессы, он действительно здесь располагается прямо за углом. Несмотря на самый центр города, и здесь телефоны и будки без телефонов. Но с рекламой для взрослых. И, конечно же, мусор. Как пакеты в ожидании мусоровозов, так и просто, скажем так, для атмосферы. Чайна Таун во всем мире – это населенные китайцами кварталы в некитайских городах. И надо сказать, что выглядят они примерно одинаково. Будь это Сан-Франциско, Сингапур, Париж или Лондон. Учитывая, что я оказался тут с рассветом, и до открытия большинства заведений, и появление потока туристов было несколько часов, смог посмотреть немного непарадной жизни этого района. В китайском городе всегда очень атмосферные переулки. И многолюдно, шумно и даже иногда весело. Но не с утра. В подворотнях тихо, и только по запаху от вытяжек понятно, что здесь живут азиаты. Эти ароматы вы ни с чем не спутаете. С утра тут все еще спят бездомные, и прочие прекрасные личности бродят по переулкам. А еще имейте в виду, здесь не только китайцы, а почти весь Восток. И если видите объявления о красивых тайских моделях, имейте в виду, мальчик это или девочка вы узнаете только в самый ответственный момент. Но только утро можно увидеть, что торговля для своих идет не вдоль витрин и фасадов, а во дворах и проулках, которые с утра открыты для своих, а к началу туристического часа будут закрыты. И здесь выстраиваются в очереди к черным входам как местные, так и те лондонцы, которые в курсе этого движа. На меня с камерой смотрят неодобрительно, но достаточно расслабленно. В таких приулках стоит обратить особое внимание на внешнюю канализацию, которая буквально идет по стенам. Так же, как и все вытяжки, кондиционеры и прочее, что буквально облепило все стены. Потому что сначала подошла промышленная революция, сначала застроили города и только потом поняли, что некуда сливать отходы. К примеру, если читать Диккенса, он в своей «Крошке Дорит», которую он публиковал с 1855 по 1857 год, откровенно пишет, что Темза превратилась просто в канализацию, в дурно пахнущий поток вместо широкой реки. Если вспоминать лондонское зловоние 1858 года, то тогда парламент не мог работать в Вестмиттерском дворце. Все шторы были вымочены в хлорке, но это абсолютно не помогало. И только тогда, наконец-то, начали проводить канализацию. В целом, чтобы не портить фасады домов, все туалеты, ванны и комнаты нужно строить в дальних комнатах. И учитывая, что дома старые, и проводить коммуникации никак невозможно, их стали выводить на тыльные стороны домов. И это, в целом, особая атмосфера Лондона и других городов Великобритании, которые не похожи на другие постройки, на другие города Европы. Район понемногу просыпается. Уличная торговля с открытыми многочисленными лавками. Торгуют всякой снедью магазинчики, разнообразные услуги. Открываются террасы, несмотря на климат. Прохладно все же. Здесь всегда торгуют. Всем, чем ни попадя. Здесь всегда можно чего-нибудь восточного отведать и испытать на себе якобы целительные свойства альтернативной китайской медицины. Первый лондонский Чайна Таун был расположен в районе лондонских доков Леймхаус в рабочем Ист-Энде. Большая часть квартала была разрушена во время лондонского Блица в период Второй мировой войны. И после окончания войны, благодаря возросшей популярности китайской кухни и наплыву иммигрантов из Гонконга, стали один за другим появляться китайские рестораны именно в этом районе. Ведь до этого времени этот район относился к Сохо и был занят кофейнями и супермаркетами. Их постепенно и вытеснили китайцы. Достаточно необычное сочетание лондонской архитектуры и китайских мотивов, словно все это театральные декорации. Да, самое интересное, что это не совсем туристический аттракцион. Здесь не только работают, но и живут китайцы, а также японцы и корейцы. Самый большой жилой комплекс, в котором проживает китайское население Лондона, был построен в этом районе в 80-х годах и назван Вейл Ройл Хаус. Под комплексом находится большая автомобильная стоянка, через которую я и пытался попасть внутрь. Но все входы с парковок и разгрузочных эстакад не вели внутрь. И хоть я в итоге обнаружил одну из дверей в подъезд, но никто из местных не согласился меня пропустить. А было бы интересно посмотреть на внутренние дворы. Тем более на балконах и площадях внутри комплекса видно, что растет что-то совсем уж нетипичное для Лондона. Как говорят, в Чайна Тауне проживает большое число нелегальных рабочих, которые получают зарплату ниже установленной законом заработной платы. Некоторые представители китайской диаспоры в Лондоне предположительно связаны с преступной организацией Триада. Но это все я узнал лишь из городских слухов. И все же да, стоит в такие районы приезжать именно рано с утра, часов в 8-9, потому что все же Лондон это Мегалополис. И очень малое количество времени вы можете наблюдать, как районы просыпаются, ведь буквально к 10 часам утра здесь уже будет вот так. И вот снова я вместе с вами прохожу через символические ворота, и мы входим в царство Лондонского Чайна Тауна, но уже в час пик. Сразу же в глаза бросаются яркие витрины ресторанов, своеобразные запахи и виды. Витрины супермаркетов с диковинными товарами, якобы доставленными прямо из Поднебесной. Или из цеха подвала соседнего дома, где десятки нелегальных рабочих, день и ночь. Ну, в общем, вы понимаете. Как я уже упоминал, здесь всегда многолюдно, шумно и даже весело. Как все слишком людные места, Чайна Таун привлекает много воров-карманников. Так что бумажник не стоит держать в карманах, и обязательно следите за сумкой, и так далее. Зато здесь китайских вывесок и рекламных проспектов просто предостаточно. Основную прибыль здесь, в лондонском Чайна Тауне, приносит ресторанный бизнес. Поэтому все витрины пестрят кантонским мяском и прочими восточными деликатесами. Между прочим, дабы отведать блюда восточной кухни, даже надо постоять в очереди. Во-первых, мой зритель может задаться вопросом, почему на моем фоне какие-то граффити и трущобы. Но мы все же снимаем видео про нетуристический Лондон. И второе. Хоть этот район и называется Чайна Таун, но, как я уже и говорил, здесь живут не только китайцы. Здесь, в принципе, практически вся Азия. Даже среди магазинов и забегаловых. Мне, допустим, больше всего понравился магазин с корейской едой, потому что у них есть даже возможность зайти на второй этаж. И если вы что-то купили из их еды, или даже купили какой-то бомжик, там, доширак условный, вы можете его запарить прямо там у них на месте и попробовать поесть. Это прямо очень интересная фишка, с ней я раньше не сталкивался. Хотя в целом, везде, практически по всем городам мира, Чайна Тауны похожи друг на друга. Вот так быстро и совсем незаметно пришло время обеда. И я покидаю этот район. Увы, не отношу себя к истинным ценителям китайской кухни. А посему я побрел обратно в привычную лондонскую суету предрождественского города. Смотреть другие достопримечательности. Да, мир быстро глобализируется. И мы уже не можем представить свой рацион без японских суши или корейской лапши. Очевидно, что и мировой кинематограф повлиял на города, их облик и привлекательность для туристов. Мы добираемся до станции Кинг-Кросс. Да, я не смотрел сагу о Гарри Поттере. Но многие приезжают в этот мегаполис и ради того, чтобы познакомиться с местами, которые были в этой известной саге. Особенно, что касается неоготическо-британской архитектуры, объединяющей железнодорожный вокзал и отель, которые также мелькали в этом фильме. Я же люблю несколько другие направления в мировом кинематографе. И если о моей любви к документальному фильму вы, скорее всего, уже знаете, то сегодня поговорим о Хаяо Миядзаке. Его унесенные призраками завоевали «Оскар» как лучший анимационный фильм. А в 2014 году он получил почетную премию «Оскар» за оказание глубокого влияния на мировую анимацию. Поэтому хочу познакомить вас с его последней работой. «Мальчик и цапля» — это автобиографическая фантазия Хаяо о жизни и смерти, и творчестве, которым он посвящает дружбе. И, несмотря на полное отсутствие рекламы, в японском прокате этот фильм уже успел стать самым кассовым за всю историю его компании, а рецензенты назвали его антивоенной сказкой. По сюжету фильма «Мальчик Махито» сильно тоскует по матери, которая исчезла загадочным образом во время катастрофы в Токио. Учитывая огромный мировой успех «Мальчика и цапли», отличные отзывы критиков могу смело рекомендовать данный фильм к предпраздничному декабрьскому просмотру. Фильм в Эстонии и Латвии в кино с 22 декабря. Я прикрепляю в описании и первом закрепленном сообщении трейлеры и все ссылки на кинотеатры и билеты, как эстонские, так и латышские. Мировые СМИ, рассказывая о подробностях работы над новым фильмом, отмечали, что это труд множества мультипликаторов, которые работали в сумме около 7 лет, то есть каждую минуту фильма прорисовывали целый месяц. Увидимся в кино. Лондон – огромный город. Зависит, как считать, но, скорее всего, первый по размеру в Европе. Без метро тут никак. Особенно, если хотите посетить районы, которые расположены на противоположных краях англомерации. Я еду в восточный Лондон. Метро Лондона – старейшее в мире. Вот одна из первых станций метро. Здесь ходили паровозы на угле, а вот эти ниши вели на улицу, чтобы дым не скапливался под землей. В целом, это все, что мне тут понравилось. Ведь само метро – шумное и неуютное. Наверное, самое неуютное из всех, где я бывал. Недаром местные зовут его просто трубой. Оно абсолютно не отражает великолепие центра города, но идеально отражает спальные районы Лондона, в которые можно попасть через полчаса поездки под землей. Метро вынирнет на поверхность, и вы окажетесь среди типичных спальников Лондона. Граффити, бедности и этнической преступности. Англия – самое классовое общество в Европе. Ощущение такое, что здесь не было революции и не отменили деление на голубую и неголубую кровь. Такие здесь контрасты. А самое серьезное потрясение в контексте социального уклада – это гражданская война 400 лет назад или распуск католических монастырей при Генрихе VIII. То есть страна в социальном плане не сильно-то и поменялась. Такие мысли не покидали меня, когда после центра я сразу укунулся в эти окраины, где нынешний рабочий класс живет в домах, в которых жил рабочий класс времен промышленной революции. На русском правильно бы звучало «мы на районе Истхэм». Хотите понять восточный Лондон? Вам сюда. Без разницы на какую именно станцию. Лишь спустя пару дней вы научитесь отличать именно что людей, живущих тут. Ведь застройка максимально похожа и максимально подвержена культурным наслоениям эмигрантов трех последних волн. На курицей здесь можно просто проходя по улицам. А вот мы на районе Кеннингтаун. Достаточно разные по национальному составу районы и станции метро. От, собственно, англичан, кроме архитектуры и нескольких офицерских могил времен Первой мировой, мало что осталось. И аудитория здесь вокруг соответствующая. Перемещаясь по этому гололеду, я вспомнил, что меня в первый день в Лондоне удивило, именно в восточном Лондоне. Это отношение к правилам дорожного движения. Вот вы сейчас видите кадр, как два мотоциклиста просто перегородили крайнюю полосу движения. И все спокойно их ждут. Автобус их спокойно ждет, чтобы перестроиться объехать. Никто никому не сигналит, не возмущается. Ведь и в доставке, и в автобусах здесь работают мигранты. А мигранты к правилам дорожного движения относятся... Никак они к ним не относятся. По этим районам я гулял несколько дней. И именно англичан видел всего несколько раз. Хоть это и восточный Лондон, в принципе, достаточно близкий к центру. Минут 25 до Грин-парка, сразу за шикарным финансовым районом Кеннери-Ворф. Но при этом сам Кеннегтаун входит в те 5% самых бедных районов Великобритании. И в общем, я гулял по Ист-Энду, восточной части Лондона, которую часто упрощенно представляют по произведениям Диккенса и других авторов промышленной революции. Это районы расселения бедноты и настоящий антипод фешенебельного Вест-Энда. Большинство населения Великобритании проживают в двух- или трехэтажных домах. Так здесь выглядят спальные районы. Никаких пятиэтажек. Привычный термин «таунхаус», означающий «городской дом», нам здесь не в помощь. Типичный довоенный британский квартал выглядел следующим образом. Двухэтажные дома объединялись в единый уличный фасад, за которым располагались небольшие, обычно сильно захламленные дворики. В русскоязычной практике такие улицы описываются неблагозвучным термином «блокированная застройка». Улица блокированных домов напоминает гусеницу. Это вереница малоэтажных строений, имеющих отдельные входы, но совмещенные стены. Конечно же, лучше всего это видно с дрона. Да, наверное. Ну, скорее всего, в Хельсинки это единственное направление. Но давайте вернемся к основной тематике. Лондон очень многогранный город. В этом городе есть абсолютно все. И сколько людей, столько и мнений. Но после этой поездки для меня главная ассоциация с Лондоном это вот такие вот длинные улицы, застроенные рядами домов, где во дворах практически нету места, только можно поставить пару контейнеров. Это провода, это вот столбы, которыми просто обвиты этим проводами. И самое главное, это постоянный запах сырости и плесени. Если посмотреть на эти дома, у многих нечищены крыши, какие-то камни уже просто покрыты мхом, какие-то дома заброшены. Это такая атмосфера фильмов Гайя Ричи, наверное, про какие-то криминальные районы. Ну, в целом, это и есть те самые районы. Здесь много открытых балконов, лестниц, переходов, задних аллей. Получается настоящий лабиринт, в котором тяжело установить везде камеры. И некоторые участки оказываются вне досягаемости полиции. В таких закутках процветают местные банды разных цветов кожи, состоящие из пацанов от 12-13 лет до 20. И даже дальше, до старшаков. Здесь и белые, и черные, индусы, и турки, и, конечно, арабы. Причем зачастую в самых причудливых комбинациях. При этом практически все, что пишут в наших СМИ о погромах и листычках в этих районах, имеют малое отношение к реальности. К примеру, про погромы 2011-го писали, что это месть черного угнетенного населения за убитого товарища. А сейчас новые тренды у подрастающих писателей из поколения Z, которые не читатели, но уже писатели. Это какие-то ливарские темы. Мол, это акция протеста против материализма. Но на самом деле все гораздо банальнее. Знаете, я заметил, что очень часто в комментариях многие люди из Восточной Европы пишут, что вот на самом деле вот в Европе чисто, у нас грязно. Знаете, вот, к примеру, в Лондоне, в таких районах действительно грязно. Мусор, он абсолютно повсюду. Бывают абсолютно комичные ситуации, когда стоят мусорки для раздельного сбора мусора. Стекло отдельно, картон отдельно, общий мусор отдельно. Но люди все равно по принципу, я не знаю, куда кинуть мусор, я просто кину его через забор. Тем более у нас уже отказываются от мусоропроводов, потому что это негигиенично, это плохо пахнет, это приводит к большому количеству грузунов. А вот в Великобритании мусоропроводы по-прежнему чувствуют себя очень комфортно. Причем местные, видимо, шутки ради, открывают ящики, где находятся контейнеры для мусоропровода, и просто выволакивают их на улицу. И весь мусор сыпется прямо вам под подъезд, под выход из подъезда. В общем, в некоторых таких дворах ты запах мусоропровода чувствуешь чуть ли не за квартал. Но, в общем, как есть. Лондон без прикрас. В таких районах нужно учесть первое. Здесь вполне безопасно днем. На оживленных улицах, правда, держите глаза на затылке, если не хотите лишиться кошелька или телефона. Полиция очень неохотно берется за такие дела, хоть это и самый увешанный камерами город Европы. Тут для серьезного криминала на центральных улицах стрёмно. Камер слишком много. И многих из тех, кто ворует, выселяют и лишают социальных благ, так называемых бенефитов. Причем выселяют вместе с семьями из социального жилья, чтобы у других соблазнов не было. Правда, если у вас что-то сперли, ищите по объявлениям, вроде «Продам телевизор». Не бит, не крашен, пробег родной. Но в таких районах действительно живет очень много странных людей, немного, видимо, сумасшедших. Знаете, как во всех этих постапокалиптических фильмах, где дома обвешаны всякими предупреждениями, цитатами из Библии. Какие-то дома просто перекрыты и закрыты огромным количеством засовов, замков, цепей. При этом люди там живут. Огромное количество домов заброшено. Там живут разнообразные сквотеры. Это все очень атмосферно. Если вы хотите именно там погулять, это все заснять и посмотреть. Жить, конечно, там, наверное, еще более атмосферно. Но все же как есть. И именно вопрос жилья – это самый главный вопрос неравенства в Лондоне. Это очень сильно отличается от центра, где люди живут в больших особняках, а здесь все живут в небольших бетонных коробках. И если мы привыкли к обычным нашим спальным районам, где люди живут в таких же вот маленьких квартирках, в пяти, в девятиэтажках, то спальные районы Лондона – это вот такие вот двух-трехэтажные домики, которые просто улицами тянутся на десятки километров. Нужно понимать, что Лондон – малоэтажный город. Девятиэтажные дома не считаются здесь нормальным жильем. Высоток мало, хоть их и строят последнее время. Поэтому лучшей инвестицией считается небольшая студия или однокомнатная квартира в небольшом двух-трехэтажном коттедже. Такая собственность ликвидна, быстро продается и приносит неплохой доход в случае, если инвестор решил сдавать ее в аренду. Так что неудивительно, что многие такие улицы целиком сдаются в аренду. К примеру, средняя цена за аренду однокомнатной квартиры даже в таком вот не самом лучшем районе Лондона варьируются от тысячи до двух с половиной тысяч фунтов в месяц. А в таком доме может быть несколько арендных квартир. И не удивляйтесь, что в каждой квартире будет жить по 10 человек. Да, Лондон – достаточно дорогой город, но спасают маленькие этнические магазинчики. К примеру, румынские этнические магазинчики. Давно я не ел национальной еды. И здесь в сумме, да, действительно те товары, которые я мог купить и раньше в Румынии. Их, видимо, оттуда и привозят. В общем, все до боли знакомо. И да, к примеру, можно очень бесплатно поесть в парке. Правда, как известно, прошло три года ничего не изменилось. В Лондоне по-прежнему дожди. Почти все восточные районы Лондона сегодня превратились где целиком, а где частично в эмигрантские гетто. Своеобразный новый Вавилон. Здесь уже совсем другой Лондон. Место, где племенные законы поставлены на более высокую ступень, чем британские – место, где царствуют национальные традиции. Правда, есть и проблема. Из диаспоры сложнее выбраться наверх, чем упасть на дно. В андеркласс. Это вполне конкретный социальный класс. В Англии он называется андеркласс. Своего рода социальное дно. При этом в Лондоне люди живут хорошо. Около 60% населения принадлежит к среднему классу. Чего не скажешь о многих странах Восточной Европы. Именно поэтому сюда приезжают люди, привлеченные вот таким вот, можно сказать, сочным кормом. Но при этом существенная часть населения, чуть ли не четверть, не имеет доступа к подобным благам и живет абсолютно вырванный из общества. У них есть отдельные районы, отдельное социальное жилье, которое называется эстейт. Они получают бенефит от государства. Но его не хватает, и они вынуждены промышлять чем-то еще. Здесь многие любят паразитировать. Зачем человеку работать в Макдональдсе, получая условные 11 фунтов в час, если он может продавать траву и иметь в два раза больше? Это приводит к тому, что подростки могут быть богаче, чем их родители. А на нормальной работе ребята с таким уровнем английского, да и вообще уровнем коммуникации и кругозора, никому не нужны. У представителей социального дна свой язык и акцент. И человек из среднего класса, в принципе, не поймет тот сленг, на котором они говорят. Выходит, замкнутый круг. С одной стороны, их не берут на работу такими, какие они есть. С другой, они сами не пытаются из этого вылезти. У них и так есть иные способы обогащения. Правда, обычно это школьники, так как ребята постарше на углах с травой стоять не хотят. Это самая низкая ступень в уличной иерархии. Говорят, что криминал здесь четко распределен по национальностям. Нигерийцы занимаются в основном мошенничеством. Вот, в районе Пехком даже есть улицы, где как раз офисы компаний, которые ссылают вам нигерийские письма счастья. И другие, связанные с кредитками и электронными платежами. Албанцы контролируют мойки машин, ямайцы – гангстеров. Это все очень сложно поделено. И у каждого деления есть еще одно, и еще одно, и более мелкое. Но, как говорится, слава богу, все это я знаю только от третьих лиц, слухов и от того, что насмотрелся в этих районах. Я и мой новый друг Розовая Пантера хотим обратить ваше внимание на то, что я не пытаюсь всех грести под одну гребенку. Ваша любимая рубрика «Оправдание от Юлиуса». На самом деле в этом районе живет огромное количество самых обычных простых людей. Они составят большинство жителей этого района. То есть в целом днем здесь гулять безопасно. Ну, как говорится, на ваше усмотрение. Но, естественно, стоит брать во внимание, что в таких районах гораздо небезопаснее, чем в условном центре. Каждый район в Лондоне имеет почтовый код, который начинается с буквы, символизирующей сторону света. Вроде север – это N, юг – это S, запад – W и так далее. Даже есть такое понятие, как «пост-код-вар», то есть «война по почтовым кодам». Вот, к примеру, сейчас мы находимся в районе с почтовым кодом Е-15. По названию района тут же можно понять, где он находится и кто там сейчас обитает. Поэтому тут все еще работает классический вопрос «ты с какого района?», который в СНГ отгремел в 90-е и уже ушел в небытие. А в этих районах Лондона, даже сейчас, в 20-х годах, он приобретает масштаб вселенского бедствия. Очень быстро темнеет, поэтому нужно сделать вывод. Вывод, на самом деле, всего лишь один. Лондон очень большой, даже, сказал бы, огромный город, и каждый в нем может найти что-то свое. Я хотел посмотреть на нетуристическую часть города, и за пять дней успел увидеть ее, но всего лишь небольшую ее часть, и показать вам, если вам интересен Лондон Шеллока Холмса, если вы хотите посмотреть, как выгодит Весмитринский дворец, как устроена политическая система, Биг Бенд, Центр, Сити, то вам на канал моего хорошего друга и оператора Даниила я оставлю ссылочку. Сейчас вы видите подсказку на экране, вы можете увидеть парадную часть города, и узнать, что Лондон — это не только трущобы, и не так все плохо, как вам сейчас рассказал Юлиус. Огромное спасибо всем, кто досмотрит мои выпуски до конца. Вас всех я обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok